Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 118. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного фофилакта в нашем издании трех томов. И каждая книга 752 страницы. Я немножко покажу. Дело в том, что всегда, когда издавали блаженного фофилакта, то заканчивалось посланием к евреям. С откровением никогда не было. У нас с откровением. И откровение занимает 434 страницы. По всем святым отцам отец Геннадий Фаст взял. И кроме того, мы лучшего иллюстратора Библии Гюстава Доре раскрасили. Наши братья и сестры работали больше года. Это 230 иллюстраций плюс 10 из классики. Так, поехали. Посланник евреям 10.34 Ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее толкование. Видите, расхищение имения приняли с радостью. Это не просто воры какие-то пришли. А когда за то, что они христиане, и приходили, и все у них забирали. Законы Диоклетиана об этом говорили. Половина там в казну идет, половина тебе. И люди принимали с благодарением. Только скажи, да Господи, прими это как милостыню. Иоанн Златоуст об этом говорит. Если в церкви во время моления тебя обокрали, ты не рабщи, а воздай Богу хвалу. Если ты зароптал, смутился, а дьявол этого как раз и добивался. Ему деньги-то не нужны. Он еще сделает это. Но если ты скажешь, Господи, прими это как милостыню. Он отскочит от тебя и больше не подойдет. Видите, как просто рассуждает он. Ничего не запутывая. Расхищение имения. А тут икону украли, если вы человека. Священники дорогие, старинные иконы. Я не знаю, в чем их ценность-то. Ну, прямо умирают. Столько же у них переживания. Вот там храм в МГУ. Максим Козлов. Почему-то Татьяна, святая, должна охранять студентов, блудниц этих. И украли икону. А там мощи в ней были. Цепями какими-то она была, с цепочками, как он говорит. Прикована. Вместе с цепочками утащили, наверное. А Ян Златовус об этом тоже и говорит. И вот там столько переживаний. Нет конца. Да никакого переживания не должно быть. Ну, взяли. Ну, было у меня. Книги там взяли. Или украли Евангелие. Да благодари Бога. Когда идете, наоборот, с собой в сумку положите Евангелие. Кто утащит сумку, вырвит, так на Евангелие наткнется. Или в карман положи Евангелие, чтобы всегда с собой было. Пошли. Толкование. Считает Никита Колесников. Вы не только в своих страданиях не нуждались в утешении, но и для других явились утешением. Свидетель чего я. Сказав, между прочим, как они были общниками других, теперь снова говорит, как они переносили и собственные свои скорби. Быть ограбленным – это большое дело, ибо вы ограблены были потому, что уверовали. Конечно, вы могли и не уверовать. Приняли же обозначает добровольное терпение и то, что охотно избрали. Что же касается выражения «с радостью», то оно приравнивает вас к апостолам, кои возвратились, радуясь, что подвергались бесчестью за имя Господне. Деяние 5.41 И это, говорит, вы делали с рассуждением, с пониманием и с верой, ибо вы знали, что вы имеете лучшее и пребывающее имение, негибнущее и нерасхищаемое, как это. Евреям 10.35 Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние, толкование. Словом «не оставляйте» показывает, что они еще не отпали, однако нуждаются и в подкреплении, и в ограждении. «Сказал же упование, потому что они столько с терпением, перенесшие ради Бога, имеют великое дерзновение, ибо вы исповедники, признавшие за лучшее иметь имение на небесах». Евреям 10.36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное толкование. «Вам не нужно ничего другого, кроме одного терпения. Все прочее вы имеете, и вам не нужно ничего прикладывать. Воля Божия в том, чтобы вы терпели до конца, ибо претерпевший до конца спасется» – Матфей 10.22 Апостол же убеждает их в этом, подобно тому, как если кто, видя, что ротоборец, побороя всех состязателей, потом, не дожидаясь замедливавшихся наградами за победу, хочет уйти, не вынося жажды и зноя, говорить ему, «Исполни все, подожди немного, и получишь венки». «Поборись и ты с промедлением венков, победи и ты это с терпением». Евреям 10.37 «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит» – приводит пророка Аввакума, говорящего, что судья близок с целью воздать. «Если же и Аввакум тогда говорил «еще немного, очень немного, и грядущий придет», то ясно, что теперь он еще ближе». Выражение «совсем немного» обозначает весьма непродолжительный промежуток времени. Евреям 10.38 «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя» – толкование. «Итак, нужно веровать, хотя мы будем и праведниками. Если же праведный поколеблется, то есть подвергнется какому-нибудь сомнению и недоумению, или поколеблется вместо «придет в уныние под влиянием искушений», то не благоволит, то есть не радуется душа моя о нем». «Чья душа? Божия, по особенному способу выражения Писания. Подобно как и в следующем месте, праздники ваши ненавидит душа моя» – Исайя 1.14 «или душа Христа». Вот и как, буквально понимать. Сегодня мы можем сказать «душа Христа», но когда говорится в Ветхом Завете «ненавидит душа моя», что у Бога душа есть, что ли? Да нет, конечно. Ну нельзя по-бабущинному верить-то. Дурь одна. Я сегодня только высчитал одно выражение такое, говорит. «Самая мощная в мире организация, самые распространенные, самые многочисленные – дураки». У них, говорит, во всех организациях, где не пойдешь в правительстве, везде полно своих людей. Какую дурь не кинуть везде, куда не пойди, везде одни дураки, говорит. Ничего не хотят знать. Ну и к ней я пристану, к этой многочисленной группе. А Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Премудрый Соломон говорит. Бог дал разум разбирать. Предложил тебе огонь и воду, ничего не отнял. Избери жизнь и смерть, благословение и проклятие. Почему за проклятие это все хватается? Мудрость и дурость. Ну хвати мудрость. Время-то идет. Христа избери. Евреям 10, 39. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Толкование. Так как устрашил словами, не благоволит душа моя, то говорит, что мы не из числа погибающих по причине колебания и впадения в малодушие или сомнения, но из числа твердых в вере, чтобы сохранить собственную душу, то есть приобрести, сберечь и спасти. Ибо обладание, приобретение и есть спасение. Евреям 11, 1. Какое простое толкование. Обладание, то есть обладать, быть хозяином, это есть приобретение и спасение. Но там о спасении не говорится. Но нельзя так. Один стих вырвет, и все. Блаженно нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну и все. Не надо ни веры во Христа, ни о крещении. Блаженно нищие духом. Ну написано. Ну написано в другом месте еще и написано. Если нет у человека возможности или что-то, это один вопрос. Другое дело, когда отрицает. Нам не просто дается воспоминание хлеб какой-то о тело Христово. Сектанты где его возьмут-то? Когда священства нет, литургии нет. Ну написано блаженно нищие духом. Дальше уже нельзя. Отойди. Все, запечатал грех. Один стих вырвать, это что означает? Значит превратиться в садукеев, которые вырвали пять книг, больше ничего не признавали. Сектанты только 66. Даже сама цифра не настраивает на большее. А у православных в Библии 77 книг. Неужели не показано было? Взяли и выбросили 11 книг. В каждой организации хватает. У меня даже полковник, который мое дело курировал, Никулин Юрий Михайлович, когда меня арестовали второй раз, он пришел, у меня книги приобретал здесь. И говорит, согласитесь, Игнатий Тихонович, дураков-то у нас и у вас хватает. Когда посадили, я пришел, говорит, он же на пенсии был. Кого вы сажаете? Человек такую пользу приносит. Ну а что, говорит, сажать-то некого, надо показать, что мы у дело, чтобы зарплату-то платили. Так, Евреям 11.1. В вере же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом толковании. Наконец, апостол описывает нам веру, говоря, что она есть осуществление того, чего еще нет, и обоснование того, что еще не наступило. Например, воскресенье еще не наступило, но вера утверждает это и ставит перед нашими глазами. Уверенность, то есть показания, обнаружение невидимого, ибо она делает то, что эти вещи созерцаются нашим умом, как существующие. Итак, если вера имеет такую силу, то зачем вы хотите на самом деле увидеть их, чтобы отпасть от веры? Ведь это есть не что иное, как отпадение того, чем живы праведники. Ибо праведной верой жив будет. Аввакум 2.4, Римлянам 1.17. Евреям 11.2. В ней свидетельствованы древние толкования. То есть, в той же самой вере все древние были свидетельствованы Богом. Они исповедали, что почитали его. Евреям 11.3. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое толкование. Так как веру поносят те, кто не понимает силы ее, кто говорит, что она дело недоказанное и очевидно обман, кто показывает, что величайшие дела совершаются верой, а не рассуждениями. Ибо и на то, что Бог сотворил Словом, существующее из несуществующего. Какое доказательство есть у нас? Какое доказательство-то? Чем можно доказать? Ничем. Ну, написано, веру-то примени к этому и понимать так, как понимать должно, а не как тебе вздумается понимать-то. Где? Здесь определенно говорится, вот вера, ты этого не видишь, ты этого не знаешь. Но ты поверь, так написано. Так такого-то, где поверить-то? Как я могу поверить, был Сократ или не был? Только по написанному. Но была ли иудейская волна? Я не видел. Бога я не видел. Ну, так дальше примени это, ты вообще ничего не видели, кроме того, что у нас под носом. И поэтому, что такое есть вера? Классическое выражение. Это что? Ожидание невидимого. Дальше. Никакого. Одна только вера. Итак, верой познаем, что веки устроены Словом Божиим. То есть, что веки Словом Божиим совершились. Почему верой? Потому что видимое произошло из невидимого. Этого требует вера. Или так, Словом Божиим, которым все существующее вызвано к бытию из несуществующего. Когда ты слышишь веки, разумеи все вечное, обнимаемое ими. А именно, и времена, и все содержащиеся в них. В несобственном смысле веки означают и времена. Тогда как в собственном смысле век есть нечто иное, чем время. Век один, а не много их. Евреям 1.4. Вот здесь нужно сказать, что слово веки по-разному толкуется. Называют миры. Миры во временной форме. Когда уже они были. Есть доисторическая вечность. И поисторическая вечность. Вначале сотворил Бог. Там говорится, вначале говорит Словом. Как поводок поверить? Какое небо сотворил? Да откуда я знаю как? Он сотворил и все. Ну а как это из небытия в бытие? Не знаем мы этого? Тогда ставят последний вопрос. А откуда Бог взялся? Откуда Он вечен? Ну почему? Если я признаю Бог вечен, веру и беру, то мне больше ничего не надо объяснять. Бог сотворил, сказал. Что раньше появилось? Курица или яйцо? Курица, курица. Закудахтал, а потом яйцо снесло. Он сотворил их. Из земли, из воды. Там написано. Ну а как по-другому понимать? Никак. Если неверующие говорят, что был ад какой-то взрыв, там из какой-то молекулы, тогда галактики. Ну такая дурь. Даже дурью не назовешь. Одна была молекула, невидимая. И она взорвалась, и космическое пространство, и Луна, и Солнце, и все образовалось. Это такое сжатие было, коллапс какой-то. Ну в это верите, верите. Ну и верьте. А я верю, что Бог был. И есть. И никуда Он не делся. Прими одно непонятно. Откуда Бог, что такое время и вечность. Это в Боге. Все остальное стало на место. Не признавай это. Ты тоже верою будешь думать. А вот так сотворил Бог. Были миллиарды там какие-то, динозавры и прочее. Пошли. Евреям 11.4 Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще. Ну как? Угодно Богу. Молитву исполнил его. Он приносил жертву. И сегодня как раз поэтому и видно. Ты молился и тебе Бог дал силу такую укрепиться в этой вере. По вере вашей горы сдвинуться. Какие горы? Люди, которые неподвижные. Их Господь касается от слова, которое через твои уста Бог пропускает. Мы только сосуды. Ничего в наших словах неубедительность ничто не тронет. Толкование. Так как вера великое дело и требует мужественной души. Между тем верующие евреи стали немощны. И хотя вначале они и проявили веру, но впоследствии под влиянием постоянных скорбей предались малодушию, то он ободряет их сначала собственным их подвигом. Затем писанием, сказав, праведной верою жив будет. Далее, соображениями говоря, вера же есть осуществление ожидаемого. Теперь ободряют их примерами великих ветхозаветных мужей. Ибо всякий раз, как находит человек соучастников в страданиях, то успокаивается и чувствует облегчение. Итак, выводит Авеля и говорит, что он с верой принес жертву лучшую, то есть более ценную, сравнительно с жертвой брата. Ибо кого другого он видел перед собой, отца или мать, но они оскорбили Бога, брата, но он не почтил его. Итак, только одной верой он был приведен к тому, чтобы принести в жертву лучшую из того, что имел, веруя, что получит награду. Ибо Бог сказал Каину, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. Бытие 4.1 А Бавеля засвидетельствовал, что и право принес, так как принес даровавшему то, что получил от него. И право разделил, потому что выбрал лучшее к владыке, как владыке. Говорят же, что и огонь, сошедший с неба, истребил жертву, из-за чего Каин и узнал, что Авель был предпочтен. А как иначе? Поэтому один из переводчиков с еврейского на греческий язык так передал. Господь презрел на жертвы Авеля и воспламенил их. Бытие 4.4 сравнить. То есть через ту самую веру говорить еще. То есть вера произвела то, что он еще ныне живет. И поставила его для всех учителям, едва только не говорящим, подражайте мне, люди, и, будучи праведны, угождайте Творцу. Итак, говорит тем, что его прославляют, о нем проповедуют, о нем вспоминают, как и небо говорит, будучи только видимым. Ибо не столько действует слово, сколько страдания его. Сказал же это для того, чтобы показать малодушным, что праведник и здесь, в известной мере, наслаждается почетом. Поэтому и вы будете наслаждаться. В некоторых списках, впрочем, сказано, говорит от себя, но я думаю, это неправильно. Еврим 11.5 Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Толкование. Он показал веру больше, чем Авель. Ибо то, что случилось с Авелем, способно смутить, потому что, несмотря на праведность Авеля, было допущено, чтобы он был убит братом. Ибо что такое, если бы убийца был наказан? Какая от этого польза убитому уже? Итак, великую веру он показал, уверовал, что если и не ныне, то в будущем веке Бог-воздоятель. И ею угодил Богу. И угодив, переселен. Итак, верую переселен. То есть, вера, которой он угодил, переселила его. Смотри, как через Авеля Бог показал, что определение его о смерти истинно. Через Еноха же снова показал, что это определение временно и будет уничтожено. Итак, что он живым был переселен, и что теперь еще живет, мы знаем. Но где или как, неизвестно. Так как в Писании не сказано об этом. Вот это надо помнить. Чего в Библии нет, о том и рассуждаем. Зачем вы думаете-то? Дальше остальное Бог дал в мир. Исследуй его, смотри. И биологию, и космос, и все остальное. Бог дал разум. Ну, теперь познавай. Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Толкование. Если кто не уверует, что есть воздаяние добрым и злым, тот не угодит. Ибо как может кто-нибудь идти трудным путем добродетели, не будучи убежден в том, что в будущем веке есть разнообразные и постоянные воздаяния? Слушай и дальнейшее. Обрати внимание на мудрость Павла. Как он повсюду добавляет, воздает ради молодушия верующих евреев. Евреям 11.7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благо Гавея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Полкование. Ной, говорит, получил откровение от Бога, то есть был научен относительно неизвестных дел и не остался неверующим. Напротив, хотя воздух был чист, все предавали снеги и не ожидали никакой опасности, ибо и не было заметно ничего такого. Однако он, поверив в Богу, убоялся потопа и приготовил ковчег, посредством которого спас от потопа всех своих домашних. Бытие 6.22 Заметь, что обещает Бог, то предрекает и Дух, как сказано о Симеоне. Ему было обещано Духом Святым. Лука 2.26 Итак, Дух Бог. Ею осудил он весь мир, то есть показал, что недостойны наказания, так как они, даже и видя, что строился в это время ковчег, не пришли в чувства или не поверили, что будет потоп. Он получил ту пользу, что явился праведным пред Богом. Каковое имя праведности даровала ему вера? Евреям 11.8 Верою Авраам повиновался к призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет толкование. Так как верующие из евреев смотрели на него и прочих патриархов, как на получивших бесчисленное благо, то он намерен показать, что никто еще ничего не получил. Поэтому говорит, что верою Авраам повиновался, получив повеление оставить отечество. Ибо кого он знал, кому бы мог подражать? Отец у него был идолопоклонник, пророков он не слыхал. Поэтому повиноваться Богу, как говорящему истину о том, что он обетовал, и покинуть то, чем он владел, было с его стороны делом веры. Хотя бы даже он и знал, кто побудил его, оставив готовое искать то, что не готово. И он не знал, какова вообще та земля, в которую он призывается. Евреям 11.9. Верою обетал он на земле обетованной, как на чужой. И жил в Шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ту землю, говорит, которую Бог обетовал даровать ему, и семени его он населил, как чужую. В каком смысле чужую? Ибо он купил и могилу для старой, Бытие 23.4. И однако не усомнился и не сказал, солгал Бог, но уверовал, что обетовавший без сомнения дарует ее. Он населил землю, настолько ему чужую, что не имел даже собственного дома, но жил в Шатрах, что свойственно пришельцам, кои, не имея собственного участка, переходят с одного места на другое. И Исаак, и Иаков, говорит, жили на ней так же, как на чужой. Исааку завидовали филистимляне. И слуги Вимелеха отняли у него колодцы и его жену. И потом он переходил с одного места на другое, Бытие, глава 26. Иаков же не только был гоним со страхом пред Исавом, но и на обратном пути из Месопотамии купил место, где поставил палатку. И то переходил в Ефиль, то в Ефрафу, не останавливаясь на одном месте, как пришелец. Бытие, глава 35. Между тем и они были наследниками обетования, как и их отец. Ибо сказано, дам тебе и потомкам твоим землю. Бытие 17.8. Однако они не были неверующими. Евреям 11.10. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Толкование. Потому, говорит, что на земле той и поселились в палатках, не имеющих основания, что ожидали небесного града с истинными основаниями, всегда твердыми и никогда не гибнущими. Почему и Бог, видя, что они презирают обетования земных благ, отложил их, уготовляя им лучшее? Как достойными таких, а не земных. Потом они, получив земное обетование, пренебрегали им и стремились к небесному. Вы же, верующие, получив обетование о небесном, желаете земного. И как вам не стыдно? Какая похвала этому городу, что художником его является Бог? Еврей. Вы знаете, какая похвала? Это не вопрос. Какая похвала этому городу? Понимаете, это настолько возвышенно. Ты в них не в смысл-то какой. А вы земное хватаете, как вам не стыдно? А то, говорит, они говорили так, он стыдит их. Как Иоанн Златоуст говорит, я не вижу тут людей в храме. Я вижу стадо лошадей. Разговорами кучи навоза принесли сюда. Вот это речь. А стоят-то перед ним богатые были люди. Разные. Евреям 11.11. Верою Исамасара, будучи неплодна, получила силу ко принятию семени. И не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Толкование. Словами Исамасара апостол пристыжает их. Как бы так говоря, женщина уверовала, и неужели вы не устыдитесь, если окажетесь малодушнее женщины? Как же уверовала та, которая засмеялась? Да, уверовала, хотя рассмеялась. Ибо потом, будучи облегчена, она устрашилась, что была плодом веры. Ибо ясно, что она уверовала, что беседующий с ней есть кто-то великий и выше человека. Там не написано, что она уверовала. А он почему говорит, и она устрашилась? Вот это и есть, что ее вера. А не написано. Он говорит, да отойди от него. То есть он ничего уже не знает и не будет знать. Не написано. Но из написанного что уже? Оттуда вывод делается. А как это известно? И увидел богач Лазаря. Только и всего. Иоанн Затаус говорит, кто видит? Видит тот, кто в темноте находится. Видит того, кто во свете. Окно. Ну, открой этот шторок. Ты тебя будут видеть, а ты в темноте ни одного не увидишь. И отсюда вывод какой? А вывод такой. Что этот находился во свете, а богач во тьме. Вот и вывод. Я подумал, и действительно это так. А далее это. У них пусть придет и скажет. Вот кто-то воскрес бы сказал. Он говорит, у них есть законы пророки. То есть у них есть Библия. Если кто из мертвых воскрес, не поверят. Поэтому знать и верить Библию, это намного больше, чем каждый день бы приходили покойники воскресшие. Они не поверят, люди объясняют, да это похоже на него. Или такой, или двойник, или с пластической операцией. Что угодно можно сказать. Надо верить так, как говорит Священное Писание, и толкует святые отцы, а не сектанты. То есть она получила способность к восприятию и удержанию в себе семени Авраама. Или так как люди, тщательно изучившие это, говорят, что и женщина вносит от себя как бы некое семя. То ни в каком случае так не должно было быть понятого выражения приятию семени. То есть как будто и сама Сара дала семя. Выше сказал, что была бесплодна. Теперь говорит, что и не по времени возраста родила. Итак, у нее был двоякий недостаток. Один от природы была бесплодна, другой от старости. Верен, то есть считала истинным. Ибо он обещал, буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Бытие 18.14. Евреям 11.12. И потому от одного, и при том омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Толкование. Вера совершила не только то, что она родила, но и столько родила, сколько не родят и плодовитые жены. Таким образом, два чуда. В каком же смысле они были бесчисленными? Ведь они часто были исчисляемы? Или это сказано преувеличено по обычаю Писания? Как, например, мы видели города, достигающие даже до неба. Сравни числа 13.29. Или сказал бесчислен, имея в виду тех, которые постоянно рождаются вновь. Так, вот посмотри, как здесь говорит. Это сказано или преувеличено, еще особенного нету, знаю. Или, ну надо же поснимать, ну видели города, достигающие даже до неба. Никаких городов таких не было. Это преувеличение. Нет, ну написано, ну нельзя же таким быть дубовым-то. Написано, да, написано. Ну вот оно поясняет, это преувеличено, чтобы больше поверили. Это называется гиперполизация, гипербола выражения. И сам начинает человек толковать. А написано, да, Бог сказал, написано. Но ты это написанное, там он говорит, а это не дано людям познать. Не дано, скажем, в его время было не дано Авраам. А тут такие идут исследования, везде все. И откуда бы мы знали, какие есть птицы, звери, что на земле, озера. С точностью до одного сантиметра вымерено все. Времена меняются. И говорят, он не слышал. Сегодня на край земли можно позвонить и услышать, и увидеть, и говорить. Тогда этого невозможно было, и ни один святой не знал это. Ну нельзя давить туда, потому что Дух Святой трудится. И каждый век, каждый год, каждый день что-то отмерено Богом. Новое открытие. Все на этом. Спасибо. 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 Спасибо.